Красноярцы собрались в пятницу в 10 утра к Красноярскому краевому суду для того, чтобы выразить поддержку Анатолию Быкову. В эти минуты здесь проходит суд по обжалованию меры пресечения. Люди выступают, говорят слова поддержки. Все, объединяйтесь, дружнее живите и боритесь за свои права. Владимир Владимирович, скажите, что вы думаете об этом деле, почему сегодня вы сюда приехали? Я приехал поддержать Анатолия Петровича. Надеемся, что все-таки апелляция будет удовлетворена, но все-таки некоторые профессиональные юристы говорят, что навряд ли, потому что затеяли такое дело громкое против Анатолия Петровича, которому уже более 20 лет, то, скорее всего, надежды не оправдаются на сегодняшнюю апелляцию. Кто заказчики этого отдела? Почему Быков сейчас в СИЗО? Заказчика он сам назвал, когда я ему задал вопрос возле Свердловского суда, когда он выходил, вы помните Нарда, он назвал их имена, он сказал губернатор Русс, генерал Ричинский, и вот таким образом он сейчас находится в СИЗО, и ждем решения по сегодняшней апелляции. Понял, спасибо большое. Вот, люди бурно обсуждают происходящее. Тут активные пользователи Инстаграм. Вот, например, Честный Грешник из Инстаграм. Честный Грешник. Честный Грешник ФМ вещает всем, люди живите дружнее, объединяйтесь, будьте ответственными, цените время и надежность. Почему? Цените порядочных людей, их сейчас как очень мало. Их пытаются закрывать, прессовать как могут, но Петровича надо поддержать. Если Петровича не вытащим оттуда, больше некому будет ставить. Меня мало народу знает. Честный Грешник, почему Быкова убрали или пытаются убрать с политической арены? Потому что Быков единственный человек, который из народа, который народ поддерживает, который говорит правду, который не боится говорить правду. И на таком высоком уровне стоит, его много людей знает. И он все это открыто говорит, что нашу страну превратили в сырьевую колонию, которую сейчас усердно переквалифицируют в цифровой концлагерь. Я против цифровизации, против предателей. За что боятся Быкова, кто его боится? Потому что он хороший хозяйственник, потому что он говорит правду, потому что он не бюрократ, как у нас бюрократы все пихают. Они убивают людей намного больше, чем что-то там ему предъявляют. Понимаете, своими действиями, своими вот этими расстановками. Полтора метра, маски одели, перчатки одели. Дальше что они нам скажут? Спасибо. Расскажите, откуда вы приехали, почему вы поддерживаете? Из Назарова. Из Назарова сюда? Из Назарова. Совершенно. Почему? Ну, потому что мы, Анатолия Петровича, знаем как хорошего человека, и считаем, что у нас в городе Назарово много кто считает. Что это стопроцентный заказ. Вот стопроцентный. Даже, не знаю, как у нас власти... Конечно, я сейчас опять поговорю, у меня просто эмоции переполняют. Спасибо. Надеюсь, что этот стихийный сбор людей не закончится разгоном со стороны полиции, потому что стоят на обочинах в тенечках представители силовых органов, снимают на видео. Но пока я не вижу нарядов, не вижу пазика для того, чтобы собравшихся в перспективе через несколько минут упаковывали и увозили для оформления. Будем надеяться, что такие меры и не будут предприняты к людям, которые от чистого сердца здесь собрались. Это YouTube-канал Красньюз. Репортаж ведет журналист Дмитрий Полушин. Зайдите на YouTube-канал чуть позже, и будет полное видео вместе с адвокатом и с решением принятым.